Бои без правил – это вид спорта, в котором принимают участие спортсмены смешанных единоборств, проявляя при этом мужество, характер и силу. На сегодняшний день в Кыргызстане насчитывается около шести промоушенов. В минувшие выходные в городе Чалпаната прошел турнир «Номад», где приняли участие спортсмены из разных стран СНГ. Ну, при сопернике я могу сказать, что он хороший боец, просто достойный боец. Ну, мы под него подготовились, то, что уже два месяца готовимся, да, по воле Всевышнего Аллаха, то, что я надеюсь, выиграем просто. Как правило, перед началом боя каждого спортсмена ждет медицинское обследование, а также взвешивание бойцов. И самое зрелищное – это дуэль взглядов. По расписанию перед супербоями пройдут промежуточные рейтинговые бои между бойцовскими клубами Кыргызстаном. Только затем на ринг выйдут бойцы из стран СНГ. Первый раз на таком масштабном турнире принимаю участие, но до этого выступал в Казахстане. Я тоже впервые на таком большом турнире. Да, соперник старше меня, но я готов к бою. Я тоже впервые на таком масштабном турнире. Чемпион своей категории по смешанным меденоборствам. Своим соперникам знаю, что он хороший боец, он выносливый, он бьется до конца, не сдается. Я всегда выхожу по воле Всевышнего, а там время покажет, мы покажем красивый бой. Я два месяца готовился к этому бою. Соперника я не очень хорошо знаю. Все потому, что соперники менялись постоянно. Могу сказать, что он действительно сильный боец. Будем драться, сделаю все, что в моих силах для победы. Ну а пока все зрители ждали главного боя, в октагон приглашались спортсмены из различных бойцовских клубов страны. И вот настал этот самый момент. В октагон приглашают главных бойцов вечером. Первым выходит спортсмен из Дагестана Ахмед Мустафаев. И вот публика ликует. Канад Кельдебекова приближается к рингу. Долго бой не продлился. Это все решилось уже в первом раунде. Техническим нокаутом победу обиджал Канад Тайсон Кельдебеков. Хороший бой был. Соперник оказался крепким. Даже после того, как я начал бить его сверху, он не сдался. Но потом секундант остановил бой. В этот вечер было в общем 19 боев. И каждый из них был по-своему красивым. Были нокауты и болевые приемы. Самым молодым бойцом из стран СНГ стал спортсмен из России. На момент боя ему было 18 лет. А вот 19-летний боец из Кыргызстана стал самым молодым в отечественном составе. Малик Айпов, Сайфилин Мурзаев, Аделя Чукоев, СТБ.